Извинения, судя по титрам, записанные в столице Дагестана Махачкале, разместил телеканал «Грозный». Вот я извиняюсь, что это была ошибка. Очень большая ошибка. Я сам. Меня никто не предложил и никто не пришел. Я сам с собственным желанием это обращение делаю. Еще раз прошу извинения Рамазану, что это произошло так. До этого Рамазан Джалалдинов опубликовал обращение на имя президента России с жалобами на поборы и разруху в родном селе. Это граница с Дагестаном. Там проживают в основном аварцы. После этого ему пришлось скрываться. Его дом сожгли неизвестные. Семью Джалалдинова вывозили на разговор в отделение полиции. Сам же Рамазан ранее рассказал нашей программе, что его пытались украсть и увезти в Грозный для встречи с Кадыровым. Ну, от смерти-то я не боюсь. Они хоть убьют, хоть все. Я рискую. Я боюсь жителей. Я не хочу, чтобы со мной невинные, совсем невинные, которые всю жизнь боялись. Люди, они мучили их и пострадали. За них основное я боюсь. Меня-то так-так или убьют, или умерут. Это меня уже не жалко. Я проживаю. Занимал принципиальную позицию и жаловался президенту Путину на ситуацию в Чечне. Неожиданно в эти дни извинился перед Рамзаном Кадыровым. И мы хотим прояснить ситуацию, спросив об этом у Василия Полонского, корреспондента телеканала «Дождь», который брал интервью у Рамазана Джалалдинова. Добрый вечер, Василий. Да, Владимир, здравствуйте. Сейд, приветствую вас. Добрый вечер. Как вы считаете, по доброй ли воле Рамазан извинился перед руководством республики? Вам слово, Василий. Да, я думаю, что в определенном смысле по доброй воле. Потому что, к сожалению, Рамазану нужно продолжать жить. Он увидел, что Рамзан Кадыров сделал какие-то изменения в Шаройском районе. И я думаю, что его попросили, конечно же, сказать немножко больше, чем он бы сам хотел бы этого сделать. Но, да, это более по той причине, что другого выхода у него не было. А в какой последовательности развивались события? По-моему, там сначала как-то его искали, он пытался скрываться. А потом, все-таки, когда его нашли, вот он этот ролик записал. Правильно ли я рисую эту историю? Нет, нет, нет. Вы имеете в виду последний ролик? Да, да, да. Да, его искали, но уже на тот момент шел разговор о том, что нужно как-то либо договариваться. Уже дагестанские власти начали к этому подключаться. В том числе и Джафаров, министр Дагестана, встречался сразу же после попытки похитить или увезти Рамзан Джаладинова. Я вам могу сказать честно, я сделал только один вывод, что я очень рад за Рамзан, я надеюсь, что у него все будет хорошо в жизни. Может быть, это первая такая настоящая победа чеченца, точнее дагестанца, человек, который живет на территории Чечни, который смог чего-либо добиться от Рамзана Ахматовича, в том числе используя оппозиционных журналистов, как меня, Лену Милашину, Георгия Туманова, ну и других людей, которые писали о Рамзане Джаладине. Василий, если отвлечься от вашей ситуации, как по-вашему, сам стиль диалога Рамзана Кадырова со своими оппонентами, он насколько цивилизованный? Потому что, например, я могу себе представить, что в какой-то ситуации будет такой ролик, что Анатолий Григорьевич и Татьяна, вот, они просят, что ли, власти города переименовать, условно говоря, мост в мост имени Ахмата Кадырова. Наверное, это было бы каким-то мечтой каких-то горячих голов из окружения Рамзана Кадырова. Не может, нельзя ли их как-то отрезвить, остудить? Вы знаете, я просто думаю, что это распространяется только на Чеченскую республику, как бы. Это мой дом, и я решаю тут свои проблемы. Потому что разговариваю с Альви Каримовым, когда только начали все эти события, когда сожгли дом, Альви сказал мне такую фразу, что мы как бы сами разбираемся со своими проблемами, и еще поможем вам разобраться с вашими проблемами. Я не думаю, что это будет как-либо выходить за территорию Чеченской республики. По поводу, что касается моста, мне кажется, что Ахмад Хаджи великий человек, и мне не кажется, что нужно называть его имени, в его честь мост. Может, было бы построить какой-нибудь центр Чеченской республики, и в Питере, и в Москве это делают разные народы. Есть центр азербайджанской культуры, и центр еврейской культуры. Поэтому, мне кажется, может быть, это было бы неплохо. Мост называть? Ну, я не знаю. Питер — это город, все-таки, где присутствует довольно большое количество фашистов и националистов. Поэтому мне не кажется, что это хорошая идея. Тем более, там есть такая привычка что-то либо рисовать на мосту, а потом этот мост будет разводиться. Это не самая лучшая, мне кажется, идея назвать мост именем Ахмад Хаджи, которого я довольно сильно уважаю. В последнем слове они рассказали судье, чем отличается пытка током, когда его пропускают через все тело, от пытки током, когда его пропускают только через сердце. Зачем какая-то доказательная база, когда существует электрический ток? Не получилось выбить показания электрическим током? Я могу продемонстрировать в очередной раз. Я демонстрировал это для 1 плюс 1. Здесь 11 лайдов, и 2 минус, вот, пожалуйста. Не, ну это... Это Йодель. Это для Австрии я показываю. Для города Линца, для города Гарца, для города Мюнхена. Не, ну, пресса же требует продолжения фестиваля. Пресса не требует и не имеет права требовать никого. 2,5 года колонии строгого режима, соответственно. В России украинцев приговорили за то, что они якобы воевали на стороне боевиков во время чеченских войн и убивали российских солдат. Неделю назад суд присяжных признал их виновными по всем статьям обвинения. Однако и Клых, и Карпюк утверждают, никогда не были в Чечне, а признательные показания давали под пытками.